Когда народ просит чего-то нового, соответственно, он просит реально другой продукт. Не обновленную модель мышки той или иной модели, а чтобы она колоссально отличалась от всех предыдущих, что видели геймеры за все это время. И вот компания Xtrefy реально выпускает необычный интересный продукт. Мышку под названием MZ1. Давайте-ка мы уже переместимся на наше рабочее место и посмотрим, что она из себя представляет. Блин, даже худак по дороге потерял, пока летел. Шикарное какао. Ну что, поехали? Начнем с того, что это не совсем мышка, компания. Ее правда кроется в том, что идея воссоздать данную мышку пришла одному ютуберу по имени Рокки Джамп Нинджа. Данный ютубер делает много кастомных вещей. Речь, конечно, не о нем, но мы должны были этот момент подчеркнуть. Так как выпустил реально необычную мышку. Для начала распакуем, а потом кое-что узнаем. Бихрус ножик дай. Беринь дайкер. Получается все. Так, ну на крышке ничего у нас не находится. Соответственно, мышка. Защитная пластина. И малая брошюрка. Помимо брошюрки здесь также пожелание самому ютуберу Рокки Джамп Нинджа. Вот, соответственно, экстрифая и с росписью. Вот, брошюрка на ваших экранах. Вы, соответственно, можете прочитать. Помимо этого у нас идет вот такой вот малый конверт. Темный. С логотипом экстрифай. В котором... Так, первое. Это у нас идет, я так понимаю, наклейка экстрифай. На замену глайды. И, соответственно, это у нас информация про мышку. Все так же на ваших экранах. Окей, в упаковке больше ничего нету. Соответственно, переходим к самой мышке. Что у нас здесь? Легкий. Даже очень легкий кабель. Тот самый Escort. Вот. И, соответственно, сама мышка. Первый вопрос, который будет волновать. От всех. Почему мышь получилась? И вообще, почему он выбрал именно эту форму? Смотрите. Многие мышки, точнее, каждая мышка, используется под свой жанр игр. И, допустим, если мы возьмем мышку под MoRPG, где нужно большое количество кнопок. То есть, необходимо многокнопочная мышка. Здесь речь идет о шутерах. Да, соответственно, многие берут мышку и не смотрят на информацию о том, что данная мышка предназначена только для одного жанра игр. Но ютубер воссоздавал эту форму для тех, кто любит играть в шутеры. То есть, стрелялки и тому подобное. Чтобы ваши прицеливания во время каток были максимально четкими. И, кстати, эту мышку я очень часто замечал на турнирах. И просто у ютуберов во время игры Valorant. Я думаю, вы про эту дисциплину знаете. Рассказывать не будем. У мышки существуют две вариации расцветки. Черная и белая. В наших руках, соответственно, черная. Мышь также имеет пыльно-влагоустойчивость. А также спецпокрытие для защиты от таковых попаданий. А новый кабель Escort? Но я не мог удержаться. Новый кабель Escort Pro. Теперь он стал мягче, легче и гибче. Напишите в комментариях, какой мышкой вы пользуетесь и почему. Это будет основой для участия в данном розыгрыше. У мышки есть крутой свитчер. То есть переключатель. Который может забиндить вашу кнопку F11 на клавиатуре. Ну и, соответственно, через него вы можете управлять RGB-подсветкой. Самое время пробежаться по характеристикам. Оптический игровой сенсор Pixar 3389. Сверхлегкая конструкция. 56 грамм. Есть мышки, которые считают себя также легкими, но имеют выше 60 грамм. Переключатели KIL GM8.0. Да, кстати, давайте-ка послушаем их звучание. Размеры мышки на ваших экранах. Длина 111. Ширина 52,5 мм. Высота 36,5 мм. CPI имеет от 400 до 16 тысяч. Естественно, вы зададитесь вопросом, что такое CPI. Ведь изначально все указывали DPI. Для вас отдельно отвечаю. Фактически это одно и то же DPI характеризует количество точек на дюйм Которое сенсор может определить А CPI – количество срабатываний сенсора При прохождении расстояния в один дюйм Если для вас была эта сложная информация Считайте, что практически, фактически это одно и то же Но игроки, которые чувствуют любую мышь Соответственно, замечают в этом разницу Частота опроса 125, 500, 1000 Гц В принципе, как и в любой другой мышке Естественно, подключается обычным USB 2.0 И подходит под любую операционную систему Вплоть до Windows XP Но также работает и с Mac-Code Ну а теперь самое главное для вас Это розыгрыш Данная мышка достанется тому, кто выполнит все условия грамотно То есть Вам нужно подписаться на наш инстаграм Соответственно, лайкнуть данный пост И оставить комментарий под ним с отметкой трех друзей Помимо этого, в середине ролика я вас просил рассказать историю Надеюсь, вы посмотрели ролик до конца И, соответственно, понимаете, о чем речь Это нужно расписать в комментариях Внедрили такие условия для того, чтобы мы смогли отсеять всех ботов Которые обычно любят участвовать в наших розыгрышах Чтобы выиграл реально живой человек с живым аккаунтом YouTube И каждый наш выпуск условия розыгрыша будут немного меняться Поэтому имейте ввиду, ролик нужно смотреть полноценно Чтобы, соответственно, понимать, о чем идет речь На этом обзор подошел к концу Я надеюсь, вам понравилась эта мышь И, соответственно, ее характеристика И просто внешний вид Мне, на самом деле, она прикольно зашла И во время кадок, пока я ее тестил Она, в принципе, мне зашла Но я, наверное, все-таки останусь на своей Viper Ultimate Всем спасибо, ребят, большое за просмотр данного видоса Я знаю, что нас смотрит большое количество людей И, соответственно, мы замечаем, что больше процентов смотрят без подписки Давайте этот момент исправим А если ты еще не подписан и только что открыл данный канал И вообще этот выпуск То обязательно подпишись вот сюда Либо посмотри наши выпуски, которые мы снимали буквально недавно С вами был Дайгер и магазин АПГ Всем большое спасибо за просмотр До следующих видосов Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Когда народ просит Когда народ просит чего-то нового Он просит, соответственно, что-то просит То я отхожу То я не даже студенты не рассказываю Оооо Субтитры сделал DimaTorzok